привет друзья вы на другой кухне вы на другой даче на другой даче точно у нас произошло событием кто следит за нами в телеграм канале в нашем тот уже знает мы купили дачу мы купили маленькую дачу у нас тут совсем небольшой участок 4 сотки малюсенький домик сейчас мы вам все это покажем но зато здесь столько деревьев молодых плодоносящих здоровых я имею ввиду прям не больных красивых и которые не будут радовать нас урожаем и мы заготовим мама дорогая что мы только не заготовим здесь очень много кустов тут и жимолости малина и смородины и всякой при всякой здесь растет виноград ну самый обычный забыла кстати какой у нас был вкуснючий джем по осени из азабеллы если вы его готовили напишите обязательно в комментариях как он вам понравился или нет и у нас все очень много рецептов запасено вот как раз таки из таких вот овощей фруктов ягод которые и растут везде и всюду и которые нужно заготавливать много и вообще мы хотели бы вот чтобы в ближайшее лето которое вы проведете с нами было как можно больше включение из дачи изготовка это естественно потому что я люблю вообще готовить на природе у нас есть у чак да у нас есть казаны так что ждите будут классные рецепты будет простые рецепты без всяких вот заморочек и жареного луциана но будет очень вкусно и для всех друзья я вот просто у меня глаза горят мне уже хочется пойти каждую веточку потрогать каждую растюху пощупать мне кажется жимолость уже начинает да она уже просыпается но перед тем как мы приступим к работам потому что мы так наметили для себя прибрать побелить побелить стволы и хотели бы рассказать вот буквально отвлечься как мы ее купили и для чего мы получается переехали следом за ребенком еще осенью поближе к бассейну она у нас кандидат мастера спорта на сегодняшний день и да и то есть занимается вот профессионально с утра и до вечера плюс еще школа и чтобы нам заниматься ребенком чтобы вот дать ей возможность себя реализовать мы переехали поближе к бассейн ну с квартиры мы вам и машем последние рецепты дом у нас стоит вообще была мысль даже его продать но события сами знаете какие сейчас можно да мы решили повременить продажи но мы умудрились до этого уже купить дачу на даче мы думали перевести часть растений конечно у нас там 17 вот так участок здесь 4 все не перевезешь тоже там все холененько только начало плодоносить выращивали к те кто смотрит нас давно знает что дома построили сами сад мы там заложили и в общем-то силы времени денег эмоции там вложено очень многое нам конечно безумно будет жалко с ним расставаться да короче без даже в квартире без кусочка земли мы не можем вы видели вы все окна заставили этой рассады уже представляете поэтому дача нужна была подвернулась шикарная вот реально по состоянию и тут посреди зимы за ней охотились можно сказать мы выбирали участок ходили тут по пояс снегу тут бездомные собаки бегают вот смотрели мы ее только за забором но мы увидели главное что нам нужно это что дача такая ухоженная в ней много любви вот правда прям видно что за ней ухаживали тут обрезочку делали все побелено и нам собственно было это важно чтобы я как старый озеленитель даже по фотографиям молодой молодой еще и зеленитель а вот и мы полюбили ее и будем тут выращиваться и вас радовать новыми рецептами да самое удивительное что мы дачу купили первый раз в жизни у нас никогда не было дачи у нас был свой частный дом 1 2 раза мы без понятия еще по особенно там как тут чего платить какие взносы чего-то делать если вы уже опытные пишите в комментариях что нам нужно сделать первую очередь потому что ну тупим реально у нас у родителей была дача ну мы на шашлыки туда заезжали и так клубнички поесть что-то помесь помочь родителям вывести оттуда поэтому вот до участок был свой ну в своем доме это ты вышел и как говорится с утра и до вечера а здесь вот здесь да какие-то сложности мы даже думали перевести теплицу дома но пока не знаем дача на самом деле маленькая нужно ли здесь теплица посмотрим снег как стоит и мы уже тогда определимся посмотрим может быть и выберем участок теплица небольшая 3 на 4 вы все ее видели и хочется чтобы она и здесь давала хочется усидеть не то что на двух стульях она где-то примерно на 15 на 15 еще на диване полежать вот это я тебе обещаю ты точно не будешь делать так что друзья смотрите нас пишите умные мысли высказывайте потому что они нам реально нужны мы сейчас вот первый раз вот вышли вот из такой вот своей зоны комфорта мы никогда дачи не было но наш образ жизни и желание быть с детьми поближе с друг с другом поближе позволяет нам вот действительно еще браться за все да взять еще работы и мы теперь беремся за другую дачу да у меня все мне глаза горят я убежала все с вами до завтра обязательно что-нибудь выйдет поделимся пока пока